Здравствуйте друзья. С вами Феликс на канале и мы сегодня рассмотрим три сайта, но в основном обзор будет по сайту hidden traffic. Итак, заходим в наш кабинет и видим сообщение от админа. В двух словах о чем тут говорится, то что будет пейза на днях, очень скоро документы уже поданы и почти что одобрены. Следующее, то что они не ожидали такого бурного наплыва участников, были определенные проблемы и они с ними справились на лету. Многие этого даже не заметили и еще одно сообщение касается того, что пополнение баланса не проходит, то есть оно не отображается никак. С этой проблемой они борются и очень скоро надеются с ней справиться. Это как раз именно о том, о чем я стараюсь в каждом ролике сказать, что не надо на первых днях сразу вводить деньги в любой проект. Пусть поработает, скрипт притрется, даже любой самый хороший программист, будь он семи пядей во лбу, он не может сделать сайт таким, чтобы он с первого дня работал хорошо. Его надо проверить в работе, именно в работе. Так, на моем балансе почти 20, ну 18 с чем-то центов. У меня почти 20 партнеров в этой команде. Эта сумма накликана мною и моими приглашенными, но основная сумма накликана именно мной. Мы увидим это с этой вкладки. У меня есть ролик на канале море кликов. Сейчас кликну вот еще по одной ссылочке и вы увидите сколько я закликал за сегодня, так сказать. Это повторяю вместе с тем, что я работал, пришел с работы и тому подобное. 116 кликов. Надеюсь вам видно. Если нет, увеличьте на полный экран. Это за один день. 116 это где-то по одной тысячной клика. Посчитайте сами. То есть в день тут можно накликать. Еще раз говорю, мама не горюй. Это еще на предстарте. Здесь еще не все так хорошо. Вот появляется после перезагрузки. Можно еще смотреть. То есть работы здесь будет достаточно. 117 пошел. Не буду дальше вас утомлять этой сцены. Сейчас просто ну давай. Где ж ты моя кнопочка? Я тут походу две открыл, поэтому не появляется. Ну ладно. Что еще хотел у вас спросить. Я обычно старался и стараюсь не показывать список моих рефералов там где это не надо. Потому что люди вполне возможно что они захотят чтобы их логины виднелись в экране. Затемнять, выставлять всякие эти штучки не хочу. Поверьте на слово когда допустим я говорю что у меня на перефералы накликали столько то значит это оно так и есть. Мне вас обманывать не к чему. Второе на что хочу обратить ваше внимание вот это cash link. Тоже вкладка с которой можно накликивать и зарабатывать. Вчера их мне было ну не вчера а вот и сегодня. Был момент когда их было тут четыре. Они по уходили. Постирались. То есть вот это окно нам показывает что здесь введены деньги именно на чистую рекламу что и способствует устойчивости проекта. Именно этими доходами с нами и будут делиться создатели сайта. Организаторы. Итак с этого сайта мы сейчас уходим. Просто запомним что пока что сюда ничего вводить не надо. Пока окончательно этот вопрос с процессорами не притрется. А то потом писать письма в поддержку и так далее. Ну зачем нам это головная боль. Сыден трафик все. Теперь еще один проект совсем свежий новичок. Мне правда не стерпелось и я прочитал. AdSpy Pro мне один из моих партнеров написал послание. Письмо. По внутренней почте вот с этой вот. С этого конвертика. И оно у меня тут было. Я не стерпел и нажал прочитал. Но оно у меня сразу на главной странице кабинета отобразилось. Я его прочитал. Но не беда. Оно и там было и здесь было. Что у меня есть письмо. Поэтому я говорю сразу могу вам ответить. Как только зашел сюда или там на Gmail это письмо мне пришло продублированное. Я сразу отвечаю. В чате есть кто-то онлайн. То есть можно залогиниться там и поучаствовать в чате. Кто хорошо владеет английским может использовать и эту функцию. Письмо. То есть нашу переписку можно показывать. Это мои письма. Вот оно. Привет Феликс. Содержание уже ниже. Я могу отсюда ответить человеку. Что и сделаю после просмотра. Вот два онлайн. Нет. Сайт живет. Я ему отвечу на интересующие его вопросы. С этим сайтом тоже все. Это моя страница фейсбука. В проекте marketpaid я участвую сам. У меня там команды нету никого. Я туда не приглашал. Но очень много людей наших русскоязычных участвуют в этом сайте. И поэтому я как-то там и ролик один выложил. И считаю что может быть люди случайно посмотрят. Увидят. Итак что здесь было. Я там в группе у него мне приходят сообщения. Как только он что-то напишет. Вот этот богометру Ади. Он вчера написал что я по 40 баб буду отдавать. Я зашел вчера со скрипом. С большим скрипом откликал свои эти 40 баб. Платных объявлений там не было. И он ушел. Он ушел из чата из всего. Там его не было. И сегодня 12 часов назад просто как ответ выставил свою ссылку на сайт. Мол вот он. Смотрите. А тут ему отвечает. Вот он. Там не открывается. Но и сегодня он открывался у меня. Я и сегодня своей бабы откликал. Но еще раз повторю. Там скрип ужасный. У кого у кого хватает терпения посмотрите. Вот это главное. Мне открылась страница. И я сейчас попробую залогиниться. Он по ходу. Те кто давно работает на маркетпейде. Помнят что во фрейме сайты нам не открывались. Только несколько сайтов было там. которые показывались. А в остальных случаях здесь просто было белый экран и все. Правда секундомер шел и так далее. Он даже вот перекинул на такой режим сайт. Человек хочет. Хочет чтоб сайт заработал нормально. И вот открутите. У него даже в эти дни увеличиваются подписчики. Это ну скамится не так. Поверьте. Нет это и мне не терпится. И вот что я хочу чтобы вы просмотрели. Сейчас я с вами попрощаюсь. Пожелаю всем удачи и всем пока. Но вот вот такую вот заготовочку посмотрите. Это я не хочу пока что вшивать в тело ролика. И что еще мне придется наверное делать. Давать ссылки на плейлисты. Просто про один сайт. Когда я рассказываю тут будут выноски так называемые. Я их не делал чтоб не мешать вашему просмотру. Но в исключительных случаях это придется делать. Так посмотрите ролик. Я с вами прощаюсь. Всем удачи. Всем пока. Подписаться. Рядом и скакивает шестеренка на которую опять таки надо нажать. После этого вот в таком вот окне здесь проставить галку и сохранить. После этого если данный блогер возместит какой нибудь новый ролик на своем канале вы будете получать оповещение на свою почту. Кроме того в самом блоге на самом канале в разделе о канале обычно есть данные для контакта и они выставлены также здесь. Аккаунт в фейсбуке, вконтакте, копок плюсик и сайт с которым работает данный блогер если он у него есть. И вот под этой вкладкой. Вот. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok